Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Добрый вечер, дорогие телезрители! Здравствуйте, уважаемые друзья! В студии передачи «Добрый вечер, Гомель» вас приветствует Александр Гамоле и Светлана Князева. В эти дни принимают поздравления сотрудники Гомельского государственного медицинского университета. Этому учреждению образования исполнилось 25 лет со дня основания. Несмотря на то, что путь пока пройден небольшой, на нем уже много достижений и открытий. Из тел университета вышло много профессиональных хирургов, терапевтов, педиатров. Поговорить об успехах и планах учреждения мы решили с ректором Гомельского государственного медицинского университета Анатолием Лызиковым. Анатолий Николаевич, добрый вечер! Добрый! Добрый вечер! Поздравляем вас с праздником! Присоединяйся, я думаю, уже к многочисленным поздравлениям, которые прозвучали в ваш адрес, от всех сотрудников университета. Вам крепкого здоровья и успехов тоже в дальнейшем, чтобы все у вас слаживалось. А коллектива университета процветания, ну и всяческих успехов. Хорошо, я передам. Спасибо. Спасибо. Ну, вначале, Анатолий Николаевич, хотелось бы немножко маленькую предысторию. Поясните нам, как в свое время так получилось, что созрела необходимость создания в Гомеле медицинского университета? Ну, это такая достаточно грустная история, потому что после аварии на Чернобыльской атомной станции у нас здесь в регионе сложился катастрофический такой вопрос по обеспечению медицинскими кадрами. Мало того, что много людей отъехало, много людей эвакуировалось, и вот эта проблема оказания медицинской помощи стала очень актуальна. И поэтому было и принято решение об открытии здесь, на Гомельщине, Гомельского государственного медицинского института. Тогда еще институтом? Университетом мы стали в 2003 году, пройдя аккредитацию на это высокое звание. Кем были те энтузиасты, перед которыми ставила задача создания института с нуля, буквально с нуля? Ну, им, в общем-то, тут надо сочувствовать, потому что надо было в этот такой ограниченный срок создать институт, можно сказать, с колес, с поля. И первых четыре человека, которых я могу и назвать, это Юрий Бандажевский, Илеонора Капитонова, Валерий Игнатенко и Борис Кузнецов, которые приехали в одном вагоне, в одном купе. Приехали из Гродненского медицинского института, тогда он тоже был институтом. Ректор был молодой, доктор, ему было до 35 лет, поэтому ему была предоставлена возможность открыть здесь учебное заведение. Оно, хотя это было решение Совета Министров, если бы не решение местных властей, вот на Гомельщине, которые приняли это мудрое, я считаю, решение об открытии института здесь, вот, им надо сказать прежде всего спасибо, это Гроховскому Александру Адамовичу, кто руководил областью в тот момент, о том, что они приняли это такое историческое решение, и вот мы сегодня сидим здесь. Имя первого ректора вуза? Бандажевский Юрий Иванович. Молодой ученый, теоретик, вот он, в общем-то, больше был как научный известный человек, защитил докторскую диссертацию достаточно рано, в молодом возрасте, и ему и была предоставлена возможность молодым, и надо всегда все новое начинать. Поэтому... Эта традиция сохраняется сейчас в университете? Вы имеете в виду... Молодым везде дорога. У нас да. У нас просто, у нас короткая еще скамейка, и, безусловно, у нас, если мы посмотрим на весь руководящий состав нашего, и также на преподавателей, и на заведующей кафедре, в основном это молодые, энергичные люди, и самое главное, что большинство из них составляет уже выпускники Гомельского медицинского института, Терео-университета. Я знаю, что вы не первый врач в семье. Да, отец у меня акушер-гинеколог, вот, а, ну, как-то молодые же они всегда хотят быть, наверное, чем-то отличаться от своих родителей. Это с одной стороны, а с другой, чтобы не говорили, что по блату. И поэтому была избрана другая профессия, называется хирургия. Очень святая, хорошая, нужная профессия. Вот, и дети мои тоже идут по этому же пути. Все мы по одним и тем же тропам не ходим. У вас уже целая династия. Да, 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 уже... Мечебная. Да. А что вы заканчивали? Какой вуз? Я заканчивал Витебский Орден Дружбы Народов Медицинский Институт. И в этом году, нас было 40 лет после его окончания, был сбор выпускников. Всегда считалось, что хирурги люди особенно, не только благодаря образованию, но и благодаря качествам своим. Вы с этим согласны? Конечно, да. Не каждый может быть хирургом, потому что принять решение в очень короткое время, решение правильное, это не каждый может. Но в то же время, это и творческая должна быть составляющая этого человека, потому что у нас бывают ситуации почти все, как нету повторяющегося человека, нету ситуации во время операции. Поэтому принять именно правильное решение, выйти из сложившейся трудной обстановки, обстановки, это может не каждый. Но вот говорят, должна быть интуиция врачебная. Так? Без нее, наверное, помогает она в работе? Безусловно. В университете можно получить консультативную помощь, да, у специалистов? Любой, кто может обратиться? Любой желающий может обратиться в профессорский консультативный центр. Он пользуется очень большой, на сайте есть все координаты, и он пользуется большой такой популярностью. Мы создали специальное помещение, снабжаем специальным оборудованием, плюс пользуемся услугами и лечебных учреждений всех у нас в городе. Ваш вуз с зарубежными университетами сотрудничает? Да, мы в этом деле очень преуспеваем. Мы заключили договора о сотрудничестве. Если начинали в свое время, учитывая, что это Чернобыльская была авария, естественно, с университетом Нагасаки, с университетом города Бердина, потому что он город по братьям города Гомеля, то сейчас очень трудно даже перечислить все 24 университета, с которыми мы заключили договор. Это от Соединенных Штатов Америки Бейлорский университет, как я говорил, до Нагасаки, это ведущие вузы Российской Федерации, Казахстан, это Италия, Германия. А в эти дни у нас гостит делегация из Неаполя, это очень хорошие программы, которые позволяют расширить образовательный диапазон, чтобы наши студенты больше знали, наши преподаватели. Очень хорошая у нас сложилась традиция, что преподаватели ездят на стажировку в Москву, в Первый медицинский университет имени Сеченова. Это традиционно, это очень положительно, потому что в своем соку вариться, безусловно, нельзя. – Анатолий Николаевич, мы знаем, что Ваша главная гордость в университете – это Ваши выпускники, хорошие доктора. Расскажите о студентах, кто у Вас учится, количество из каких стран, где работают. Вот, может быть, какие-то заслуженные Ваши выпускники есть из Вашего университета? – Ну, мы выпустили уже более 6 тысячи солдат здравоохранения, как я их называю, которые постепенно становятся генералами. Я еще раз повторяю, что у нас работают на командных должностях в университете наши выпускники, первые выпускники этого учебного заведения. Ну, а также они работают и в здравоохранении Гомельщины. 74% врачей в нашей области – это выпускники Гомельского государственного медицинского университета. – Какой большой процент врачей закрывает университеты? – Ну, в настоящий момент вместе со всеми вузами нашей страны 90% отечественных выпускников. Причем это во всех этих проблемных зонах работают наши выпускники, за что им большое спасибо. Помимо этого, на Могилевщине, на Брещине приезжала делегация из Брестской области, на которой все уже на командных постах. А самое главное, что наши те вот задачи, которые мы им прививали в студенческом научном обществе, притворила жизнь у них семь кандидатов в медицинских наук, выпускников Гомельского медуниверситета, кандидаты там. Помимо этого, мы еще и работают они и в различных других. Диплом выпускника Гомельского медуниверситета, он востребованный. Поэтому наши выпускники работают и в России, и за ее пределами, и за пределами нашей большой страны, которая была. Мы подготовили 450 выпускника, разъехались в 28 стран. Это выпускники факультета подготовки для зарубежных стран. Что отличает Гомельский метод других учебных заведений, что у вас из других стран много очень интернациональных студий. Да, тем более, что когда открывался факультет, тоже в этом году юбилей определенный, потому что он открылся в 2000 году, 15 лет. И, конечно, это была проблема. Вы все же помнят, какие комментарии по поводу Гомельщини, по поводу тех проблем, которые были связаны после аварии, о том, что кто покрыт и что покрыто пеплом радиоактивным. Безусловно, привлечь сюда абитуриентов из других регионов мира было непросто. Но теперь у нас конкурс, конкурс очень большой, собеседование. И с гордостью могу вам сказать, что среди выпускников у нас 19 закончили, имеют диплом с отличием, а 16 успешно защитили диссертационное исследование на искомую степень кандидата медицинских наук. И во всех странах, где они подтверждают свой диплом, наш диплом признается один из первых. Это приятно. Большое спасибо нашим преподавателям и тем людям, которые помогают давать образование. То есть это здравоохранению Гомельской области, это и Республиканскому научно-практическому центру радиационной медицины. А в своих странах это вот в каких, если говорить о дальнем зарубежье, да? Да. Это какие страны? Ну, это, прежде всего, это такие страны, как Индия. Мало кто знает, что ежегодно в этой стране 65 миллионов людей готовы. Готовы для того, чтобы получать образование, то есть абитуриентов. Это Шри-Ланка, это традиционные наши Сирия, Йемен, это арабский регион, это Туркменистан. Ну, я даже сейчас затрудняюсь так просто все страны, потому что всего, я говорю, 28 стран мира прошли обучение в нашем ВУЗе. И считает Гомельский государственный медицинский университет своей альмаматор. Анатолий Николаевич, Гомельский государственный медицинский университет считается научным центром. Какие достижения рождаются в лабораториях, в кабинетах медуниверситета? Ну, с гордостью могу вам сообщить, что такие модные направления, как стволовая клетка, которая фигурирует во многих обзорах, в газетах и в литературе, и в обществе, давно эти исследования по применению стволовых клеток в лечении поражения печени, в лечении различных хирургических патологий, у нас проводятся эти исследования. Это исследования в ранней диагностике опухолей. Так, например, одно из исследований, которое проводилось в кафедре онкологии, оно позволило провести диагностический тест, который в 10 раз эффективнее ныне существующих. Это научные исследования в кардиохирургии. Это научные исследования в сосудистой хирургии. Наши ученые проводят достаточно хороший, имеют результат при лечении трофических нарушений при заболевании больших магистральных сосудов. Это исследования в гинекологии, это в инфекционных заболеваниях. То есть трудно даже, в общем-то, как-то ограничить себя, потому что народ очень такой творческий, молодой, настроенный, а Центрально-научно-исследовательская лаборатория у нас очень хорошо оснащена, имеет современные методы диагностики, и поэтому желающих заниматься в науке очень много. Анатолий Николаевич, в эти дни, конечно, много поздравлений получали с праздником, праздновали очень широко в университете. У нас есть сюжет о том, как это все проходило. Давайте посмотрим. Давайте. Браслеты с белорусским орнаментом, искренние объятия, хорошее настроение получил каждый гость праздника. Студенты медуниверситета сразу покорились своими творческими талантами, даже подготовили концерт инструментальной музыки. Поздравить своих бывших студентов, а теперь уже профессоров и доцентов Гомельского вуза, приехали преподаватели из Витебска. Среди них и первый куратор нынешнего ректора Гомельского медуниверситета Анатолия Лызикова, профессор Юрий Родионов. Приехал, чтобы поздравить Ваш замечательный воздуш с пятилетием, потому что нам 25 лет было в 1959 году, когда я был только на четвертом курсе. Вот Антон Николаевич, сын моего учителя, акушера-гинеколога Николая Федоровича Лызикова, я счастлив, что сын Вас руководит. Сердечно поздравляю Ваш университет, Ваших замечательных молодых студентов, которых обнимали меня, я тоже с удовольствием. Я хотел бы поздравить весь профессорско-проподавательский состав со столь знаменательной датой. Их профессионализм позволил за последние два года достичь достаточно высокого уровня развития нашего здравоохранения, здравоохранения Гомельской области. И мы по достоинству занимаем лидирующие позиции Республики Беларусь, благодаря как медицинскому университету, так и тем кадрам, которые он подготовил. После торжественного приёма началась республиканская конференция по актуальным проблемам медицины. Во время работы 13 секций учёные обменялись опытом развития медицины, поделились новыми наработками и исследовательскими планами. Например, одной из самых заметных тем стало обсуждение развития клеточных медицинских биотехнологий. Их применение поможет лечить самые тяжёлые болезни печени. Но какими бы смелыми и амбициозными разработками не занимались студенты и преподаватели медуниверситета, основным назначением каждого врача должно оставаться желание помогать людям. Сейчас в университете учатся студенты почти из 30 стран. Поэтому интересной частью праздника стала выставка-презентация кухни народов мира. Йемен, Туркменистан, Индия, Шри-Ланка, Нигерия, Пакистан – лишь некоторые страны, чьи кулинарные шедевры попробовали гости праздника. Завершился юбилейный день торжественным концертом. Студенты подготовили зрелищное музыкальное выступление, а в адрес профессорско-преподавательского состава прозвучали самые тёплые пожелания от коллег и гостей. В четверть века уже позади, а впереди ещё будем надеяться большой путь, много выпускников, много новых открытий, достижений. Поделитесь планами. В этом, в шестнадцатом году, в наступающем, у нас открывается симуляционный центр. Это очень хорошее такое направление, где каждый и студент, и врач может оттачивать своё мастерство на тренажёрах. Для этого выделены и большие средства, и хорошее место выделено. Это, безусловно, и глава государства при вступлении же сказал, что проблема для подготовки кадров и для других стран. Это связано и с их расположением, то есть с общежитием, и с базой. Это тоже те вопросы, которые мы должны решать, потому что раз вуз популярный, раз сюда едут, и не всех мы можем удовлетворить, то есть расширить свои площади, расширить свои возможности. И хотелось бы, чтобы о врачах, выпускниках Гомельского медуниверситета ещё долгие годы говорили только хорошие слова. А им удачи. Удачи лёгкой руки хирургам, и вообще, чтобы их пациенты писали только благодарность, а не писали жалобы. Спасибо за ваш благородный такой важный труд. Всего вам самого хорошего. И вам спасибо. Удачи вам. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Телезрители напоминаем, что в гостях у нас сегодня был ректор Гомельского государственного медицинского университета Анатолий Лызиков. Это программа «Добрый вечер, Гомель», и мы приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Сотвори добро, гласит древняя мудрость. Это просто. Достаточно просто поступать с человеком так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Гомельские волонтёры построили детский игровой городок для воспитанников Улуковской вспомогательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Инициатор этой идеи – обладательница титула «Миссис Беларусь-2014» гомельчанка Юлия Перегудова. Сегодня Юлия у нас в гостях. Также мы пригласили в студию директора Улуковской вспомогательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Андрея Соскевича. Добрый вечер, Юлия. Андрей Иванович. Добрый вечер. Юлия, начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, как вообще возникла идея таким вот образом помочь детям? Идея возникла, как и многие идеи, из практического вопроса, который возникает только, когда приходишь в это место. Мы обратили внимание, что дети играют на вспомогательной площадке отдельно, но как-то вот бросилось нам пустое место, на котором не хватало чего-то яркого. После того, как мы посоветовались, Андрей Иванович сказал, да, было бы здорово, правда. И возникла идея, что каким-то образом создать площадку для дошкалят. Изначально план был только на площадку для дошкалят. Когда начинаешь что-то делать, неожиданным образом начинают появляться люди, возможности. Нас пригласили с мужем на игру в 100 миллионов. И условие было таково, что если вдруг мы что-то выиграем, у меня была просьба перечислить деньги на тот детский дом, который я укажу. Деньги были перечислены. Конечно, нам было очень обидно. Мы шли с суммой 75 миллионов и на предпоследнем вопросе уже немножко ошиблись и перешли на 15. Но уже со временем нашлись люди, которые с огромной скидкой 40% предоставили первую. Вот первая горка будет на экране, была уже как раз таки со скидкой 40% была предоставлена. Вопрос был собрать. Мы очень долго искали добровольцев, которые нашлись люди, которые помогали, собирали. Весь городок в целом возник буквально за две недели. Кто эти люди? Кто эти люди? Я могу просто перечислять по именам, потому что большинство, мы даже не знаем друг друга по фамилиям. Как мы их искали? Мы искали, бросали клич. Мы обращались в организации, обращались где-то к друзьям, в интернете самым разным образом. Вот. Часть тех людей, которые уже делают мероприятия, благотворительные концерты. И вот могу сказать, что, например, первую горку собирали Рома и Валерий и также Женя Скорик и Сергей. Не помню фамилию. Дело в том, что Женя и Сергей это воспитанники Луковского детского дома. Кроме сотрудников, участвовали еще и воспитанники в сборе площадки. Что они только не помогали делать. От замеса бетона до покраски. Андрей Иванович, научили трудиться? Мальчишек старших. Как же без этого? Не без этого, потому что они так любят работать у нас и трудиться. Поэтому расширить свою возможность, да при этом с удовольствием понимать, что это останется для них и что это сделано их руками. Что они могут оказать вот такую серьезную помощь людям, которые от всего сердца дарят. Это было, конечно. Но самое главное, как ребята оценили появление такого детского городка? Вы знаете, радости нет конца до сих пор. Потому что, как правило, дети с особенностями, слышно, что вспомогательные, значит, есть особенности психофизического развития. Как правило, они теряют интерес к разного рода вещам, вот попользовались. Но в данном случае просто радости нет конца. И удачное расположение, на самом деле, когда очень вот Юля уже говорила, удачное расположение самой площадки позволяет даже до переменам им очень часто выбегать, и вот играться на этой площадке. Поэтому просто вот еще раз слова огромной признательности за вот эту замечательную, я сказал бы, наверное, больше, игровой и спортивный комплекс. Да, начинались площадки, планировали. А что в итоге? Там у вас намного больше, я слышала, получилось. Да, вот это если можно, я отвечу. Потому что на самом деле, мне казалось, как-то это будет все очень... Мы видели, конечно, с Юлей говорили, что хотелось бы... Как обычная детская площадка возле каждого дома. Горочка, качель, песочница. Ну и все, как бы какие-то базовые элементы, которые бы позволяли функционально развиваться нашим детям с их особенностями. Вот. И... Но когда мы... Чем больше мы разговаривали с Юлей по поводу этой площадки, тем больше мы понимали, что праздник надо сделать раз, и навсегда очень большой. И вот правильно... Аппетит приходит во время еды. Просто, да. Вот понимаете, просто. И так получилось, что вот как-то вот все соединилось вокруг, и уже получилась не одна площадка, а получился действительно такой вот большой, хороший, игровой такой центр. Там мы ездили, площадка для волейбола, да? Да, мы... Там уже и волейбол, там игровые виды спорта для малышей появились. Появился вот этот, появился тренажер для бандминтона, для такого вот каких-то даже вот вещей, которые мы, допустим, себе никогда бы не подумали, что могут родиться вот до возникновения этого комплекса. Это, конечно, очень большая помощь. Вот многие люди думают, что, ну вот, невозможно, наверное, это сделать своими силами. Как у вас это получилось? Вот в чем секрет вот, скажем, этого волшебства, да? Вот как вы объединили такое количество людей? Ну, секрет, самый, конечно, главный секрет, это когда-то было давно дано благословение на все полезные дела. Ситуации, которые происходили, кажется, ну как это возможно? Допустим, муж звонил, спрашивал помощь, девушка начала его слушать, он так активно стал рассказывать, ну, ему туда-то, туда-то будет свариваться такая-то конструкция из металла, а девушка его говорит, вы извините, чтобы не тратили силы, пожалуйста, вы ошиблись номером. Муж перезванивает потом на правильный номер, через какое-то время девушка перезванивает и говорит, а можно еще раз поподробнее? Я бы хотела дать миллион от себя. Даже вот в таких обстоятельствах не случайно по ошибке. Еще очень необычная помощь была. Вот, например, качеля, там двухместная качеля, которые большие кресла, в которые садятся и качаются. Вот, такой вид помощи, он доступен многим людям. Нам, ну, я сокращаю всю историю, нам позвонил молодой человек, ну, чтобы уже там звонки не перечислять. Но ситуация была такова, человек очень хотел помочь. Денег, говорит, нету, подвезти никуда не могу, делать ничего не умею, но очень сильно хочу помочь. Пожалуйста, что я могу сделать? Вот, и было дано поручение изыскать какие-то возможности, обзвонить дополнительные вот места, поискать металлические конструкции. В результате он нашел во дворе у знакомого качелю, которая очень ему мешала. Ее перекрасили, собрали, добавили сиденья уже на месте. И в результате это отличная двухместная качеля, в которой детям удобно и, самое главное, безопасно. Вторая горка, которая появилась, тоже мы никак не ожидали. Эта горка была привезена из Жлобина. Ребята-добровольцы, мало того, что когда узнали, куда, организация предоставила по очень низкой цене горку, они еще приехали и собрали. Собирали они ее в эту прекрасную погоду с 7 вечера до 11. Представляете себе, ночью в темноте, когда слегка моросил дождик, прохладно. 20 тонн песка выделил речной порт. Это вот удивительно необъяснимо. Точно так же, когда искали помощь, как довезти песок. Тоже звонками, звонками находятся постепенно желающие, которые, например, человек говорит, вы меня заправьте, я довезу. Вот, песочница. Точно так же силами добровольца древесина, песочница. И просто вот на самом деле перечислять всех людей, которых даже, например, не все смогли присутствовать на празднике. У кого-то ребенка в этот день крестили, кто-то далеко находился. Но вы себе не представляете, какое количество молодежи. Например, тихонечко Белорусский Республиканский Союз Молодежи, они привезли угощение, уехали, не было времени присутствовать на празднике. Ну вот удивительными силами. А еще какое количество хрупких юных девушек участвовало в этом. Просто действительно, ну вот ту же Александру могу назвать, она не присутствовала на празднике, но она помогла, нашла людей, которые соберут эти горки. Это тоже очень важно. Потому что с точки зрения безопасности, даже может это наиболее важный вопрос, чем количество, что действительно все конструкции, они вкопаны, они забетонированы, они проверены на прочность. Они, конечно же, не только уже для дошколят, для более взрослого возраста, но мы, взрослые, проехались, проверили. Андрей Иванович, к какому количеству дошколят помогли волонтеры? Сколько в школе обучаются детей? У нас на сегодня 132 ребенка, из них у нас 85 мальчишек, а остальные все девчонки. У нас 44 инвалида. То есть вот практически, если ставить вопрос вот такого плана научно-практического, то, конечно, вот то, что касается инвалидов, которые способны залезть, способны развивать свой вестибулярный аппарат, которые способны двигаться, для них это очень большое развитие. То есть практически у нас все группы дошкольников, это где-то порядка 50-60 человек, они просто вот все сейчас на горках. Ну и понятно, что занимаются другими какими-то вопросами рекрекционного развития, но это очень способствует именно развитию физического культуры для них в целом. Поэтому вот около 60 человек, ну как сказала уже Юля, сегодня оттуда не вылазят даже взрослые. И поэтому, когда мы говорили, что ребята, ну что там 10 класс, ну какие уже вам качели, идите уже там делом займитесь каким-то. О чем бы, мы сами, он, на детских площадках частиком качаемся. Наверное, давно дети мечтали, вы как будто считали их вот желания, мечты. Это вот действительно, Юля, просто чудо какое-то, что вам удалось сделать, просто вот чудо. Андрей Иванович, я знаю, что дети, дети же очень благодарны созданию, правда, Божьей, очень благодарны и подготовили какой-то концерт всем в знак благодарности, да? Был концерт, праздник у вас после того, как все... Знаете, я вот, скоро будет уже как два года, возглавляю этот коллектив, и не было ни одного концерта на протяжении долгих лет. Я знаю эту школу, я бывал там раньше, я был как гость, приходил на концерты, когда приглашало бывшее руководство. Вот, я без слез иногда даже сам не уходил, потому что настолько трогательно смотреть все концерты, которые проводятся этими детьми. И, конечно, мы сейчас в последнее время, когда, и не только в последнее время, когда мы встречаем каких-либо гостей, мы, конечно, говорим спасибо именно таким образом, потому что наши детки, дауны, которые слабоговорящие или неговорящие, они не могут выразить словами благодарности тем людям, которые оказывают ту или иную помощь. Но посредством вот этих музыкальных номеров, посредством этих прекрасных костюмов, этих, этой режиссуры, конечно, они это говорят. И мы, конечно, всегда, всегда, кто бы к нам ни приезжал, мы стараемся показать и поблагодарить таким образом концертам, показать, чего достигли мы. То есть ту работу, которую взял ребенок, ответственно выполняет и переживает, чтобы как можно меньше ему помогали, участвовали, доводит до конца и доводит в идеальном состоянии. И выступления, которые были во время концерта, это непередаваемые, это огромные таланты. Я понимаю, что за этим стоит большое количество работы, но когда видишь только концерт, понимаешь, что этим детям нужна только малейшая возможность показать себя. Андрей Иванович, а как вам вообще удается поддерживать в хорошем состоянии школу? Нужны какие-то материальные вложения? Находятся, может, другие еще помощники, спонсоры? Вы знаете, такой вопрос сегодня очень важный для нас, для всех. Но мы, как и многие другие учреждения, которые сегодня обеспечиваем воспитание и содержание детей интернатного типа, безусловно, стараемся создать самое главное, очень хорошую для них атмосферу, создать условия для проживания. У нас есть определенное количество спонсоров. Один из них, самый мощнейший спонсор наш, это Белгазпромбанк, город Минск. Они оказывают ежегодно нам серьезную поддержку на развитие. Это, как правило, ремонт спальних комнат, ремонт блоков. У нас есть химический завод. И, конечно, есть определенные наши волонтеры. Есть наш прекрасный областной правосоюзный комитет во главе с Барабановым Леонидом Васильевичем. Один из элементов, который, может быть, потом уже будет возможность, мы посмотрим. Это посещение Михаила Сергеевича Мордой, нашего учреждения. Вот как раз в кану тех праздников, когда Юля уже начинала готовить, готовилась мы к елке желания. И посещая наше учреждение, Михаил Сергеевич подарил в школе 60 миллионов, потом в дальнейшем мы пошли на развитие вот этого актового зала. Если получится заехать, обязательно приезжайте, посмотрите. Обязательно, обязательно. Поэтому, конечно, хватает людей доброй воли. Это наши иностранные, зарубежные партнеры, которые так или иначе оказываются действенным. Но работы всегда хватает. Проблем хватает. Но мы их как-то решаем, слава Богу. А чем могут обычные люди помочь? Вы знаете, я очень часто слушаю этот вопрос. И, наверное, как ни странно, я на него просто отвечаю. Просто можно даже иногда помочь своей сердечной любовью. Вот мы на примере этой горки, которую открывали, мы увидели очень много людей, которые просто открыли сердце. И они не спрашивали, сколько. Они не спрашивали, где взять. Они просто хотели помочь. Поэтому, когда мне задают вопрос, чем могут, Наверное, начать надо изнутри, начать с желания. С желания, да. С желания, да. Как только появилось желание, ты сразу понимаешь, что все. Ты хочешь действительно взять этого ребенка. Потому что очень много ребят-волонтеров. Я просто с удовольствием смотрю, когда приезжают ребята наши с Франциско Скорейны, с Сухого, с колледжа бытового обслуживания. Они просто берут, когда этот ребенок даун, либо другой ребенок бросается на плечи, и все, он понимает, что он никогда больше от него не отстанет. Таких примеров очень много. И поэтому, конечно, желание. Если есть желание, найдет человек, чем помочь. И даже в том числе и нашей школе. Юль, ну в этом году поедете? Ёлку желаний, подарки к детям. Они уже будут ждать. Да, детки уже готовятся. Это огромная помощь. Например, нет возможности финансовой помочь купить эти подарки. Но найти полчаса времени после работы, как и все, как и все мы, после работы прийти, побыть под этой елочкой, просто раздать листовки. Даже если кто-то стесняется, можно долго и не пояснять. Раздать людям листовки возле елки. Все. Это уже огромный кусок помощи. Например, сделать списки по подаркам. Там тоже, чтобы они хранились, эти подарки раскладывались. Многие люди помогали расходным материалам. Фломастеры, карандаши, журналы, книжки. То есть там не принципиально было подарками. А какие, Юля, я вас немножко перебью. Какие у вас проекты в будущем, какие новые идеи вас посещают в плане благотворительности, помощи людям, детям? Ну, идей много. Сразу скажу, что кроме наших идей добавляются, конечно же, идеи волонтеров, которые мы все вместе рассматриваем. Но уже по опыту могу сказать, что обязательно свои идеи нужно согласовывать с руководством того места, которому помогаешь. Вот в процессе работы идея, которая просто... Знаете, уже даже такое ощущение, что эта идея настолько, вот, кажется, реальной. Не знаем, каким образом, но я понимаю, что найдутся добрые люди. Это теплицы в Луковском детском доме. Там потрясающие конструкции, металлические конструкции большого размера. Две теплицы. Когда-то они работали. И самое главное, что эти теплицы, их необходимо только обшить поликарбонатом. Потому что целлофан, материал непрактичный, да, ненадежный. Это уйдет просто большая сумма, и быстро, быстро износ он себя не оправдает. Вот. Обшить поликарбонатом уже есть те, кто смогут это сделать. Кто непосредственно работает и профессионально это сделает. И самое главное, про это уже больше, наверное, расскажет Андрей Иванович, что если эти теплицы восстановить, у ребят будет, кроме пользы для детского дома, кроме обеспечения детского дома необходимыми продуктами, еще и компенсация собственных каких-то потребностей через труд. Это очень важно. Расскажите об этом. Да, вот Андрей Иванович больше про это рассказывает. Андрей Иванович, были эти теплицы раньше существовали? Реально ли это сделать, как вы считаете? Да, это реально сделать, потому что, на самом деле, то, что мы сегодня смотрим в плане металлических конструкций, они очень прочные. Потому что, как бы говоря об истории школы, на самом деле, они когда-то существовали в достаточно хорошем виде, приличном. Там даже было тепло. То есть они практически круглосуточно функционировали и приносили пользу. Мы выращивали там, непонятное дело, что овощи, мы выращивали цветы, рассаду цветов. И мы обеспечивали не только себя, мы обеспечивали и определенные наши организации, цветочные рассады, даже и огурцам, и помидорами. Но со временем, безусловно, получилось так, что обрезали тепло в теплицах. Она потеряла свой внешний образ. И сейчас только это просто такая, знаете, пустынная зона металлических конструкций. И не секрет, безусловно, что для наших детей, нашим детям очень тяжело даются всякого родооточные науки, математика в пределах, русский язык в пределах. Но основная работа, которую мы ведем, основная задача, которую мы перед собой ставим, как учреждение, это социально-бытовая ориентировка наших детей. Они очень любят работать. То есть им несколько чужды вот эти вещи, как айфоны. Они понимают что-то, но им это неинтересно. Им неинтересны эти социальные сети, им интересны общения, им интересен труд. И самое главное, им интересен результат. Когда ты смотришь в их глаза, когда растет на уроках, на бытовой ориентировке, когда растет, они посадили семечко, например, там шагинчики или чего-то, и они смотрят день изо дня, как он поднимается. Просто смотреть на эти глаза, ты получаешь огромное удовольствие, понимая, что человек и земля. Вот по большому счету, что нам нужно дать. Вот это труд, это то, что они ухаживают. И, конечно, возрождение этой теплицы, которой мы мечтаем, безусловно, приведет к тому, что мы дадим им возможность это делать просто с большим-большим удовольствием. Тем, кто готов помочь, куда звонить, куда обращаться? Можно звонить прямо на школу, можно звонить в райисполком, потому что у нас сегодня отдел образования спорта и туризма Гомельского райисполкома, он тоже очень заинтересован в том, чтобы возродились эти теплицы. Ну и, конечно, мы. Мы хотим, чтобы наши дети понимали, что... Ну, не только наши дети, но потому что приходят и в гости, приходят волонтеры. И они видят, что вот насколько трепетно наши дети относятся к той территории, на которой проживают. Безусловно, мы все заинтересованы в том, чтобы эти теплицы были восстановлены. Поэтому я рад буду лично, там, по телефону, там, как уже... Несомненно, это очень полезно, потому что трудовое воспитание во все времена оценилось, и это действительно большое дело. Мы будем надеяться, действительно найдутся люди, которые захотят помочь, и мечта сбудется. Я думаю, их много, их огромное количество. Просто многие не знают, куда помочь, куда направить средства, куда себя подать физически. Об этом же Юля говорит, что девушка всю жизнь хотела чем-то помочь, но не находила. У нас есть свой сайт, он достаточно живой. Там практически можно увидеть все классы, всю нашу жизнь. Можно посмотреть наши проекты, которые мы уже осуществили в целом. Посмотреть, вот вопрос задавали, касающийся наших отношений в работе с «Елкой желаний». Я пользуюсь сегодня такой возможностью. Одна минута хотел бы поблагодарить всех гаминчан и гостей. Я знаю, что даже гости за участие в этом прекрасном... Это прекрасное просто, прекрасное мероприятие. Поверьте, вот толерантность, вот это сочувствие, и эта отдача, наверное, да, вот с которой... Потому что бывают люди, которые приехали сами в школу с подарком, да, вот они взяли даже... Были и такие случаи, когда люди, там, 10-15 человек, они вот мы хотим просто лично вручить. Не потому что, вот, не потому что там что-то они боятся, за что-то произойдет, а именно лично вручить этому ребенку. И он много не просит, на самом деле. Вот если я сколько читал, порой и сам заходишь, вот на... Просто читаешь, много не просит. Такие вот, ну, знаете... Ну, ты понимаешь, что это все от сердца, и я хочу вот выразить слова огромной-огромной признательности всем гомельчанам, которые участвуют в таких акциях, и призываю в них участвовать. Это очень здорово. Андрей Иванович, Юля, спасибо, что вы к нам сегодня пришли и показали, и научили, как делать добрые дела. Хочется пожелать вам крепкого здоровья, терпения в вашем труде. Юля, вам, чтобы находились хорошие люди, которые помогали бы воплощать все идеи, которые есть. Всего вам самого хорошего. Новых идей и удачи. Спасибо. До свидания. До свидания. Действительно напоминаем, что в гостях у нас сегодня были директор Улуковской школы-интерната Андрей Соскевич и человек, который очень много помогает людям, детям, обладательница титула «Миссис Беларусь-2014» Юлия Перегудова. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу передачу и предлагаем пообщаться с человеком, который профессионально занимается ландшафтным дизайном, керамикой и скульптурой. Ее работы находятся в частных коллекциях Украины, Белоруссии, России, Германии, Англии, США и Италии. Она автор ландшафтных скульптур и декоративных композиций в Гомеле. Яблоки, ящерица, рысь, кроты, черепахи, голова лошади, вороны. Геометрия, 7-метровый гульвер, ярила, трехкрылая бабочка и многих других, которые украшают улицы, парки и скверы нашего Гомеля и создают ему неповторимый облик. Итак, у нас в гостях Тамара Дмитриева – керамист, художник, скульптор. Тамара Валерьевна, Вы по жизни выбрали роль творца. Вы и керамист, и скульптор, и художник. Почему именно такой образ жизни Вы выбрали? А что такое выбор? Выбор. Но, Вы знаете, все идет с детства. Навряд ли можно найти ребенка, который не рисует. И как я помню себя, я рисовала все время. А когда пришел момент выбора профессии, то, слава Богу, родители мудро поступили, подсказали, что очень такая хорошая есть профессия, как архитектор, где и рисуют, но в то же время не глупым детям с математикой, физикой тоже есть место. И архитектурная профессия имеет очень широкий аспект деятельности на границе и инженерии, и изобразительного искусства. И вдобавок хорошим глубоким изучением истории искусств и освоением живописи, рисунка и скульптуры. Я одна, наверное, из тех людей, которые смогли себя реализовать уже в 50 лет. Вы до этого тоже расскажите немножко о себе. Многие уже не хотят себя реализовывать в 50 лет. Расскажите, о чем получается? Вы знаете, это просто неправильная установка общества в первую очередь и личностная у людей. Человек должен абсолютно всегда быть готовым изменять свою жизнь, на мой взгляд, учиться и до конца реализовывать то, что заложено в нем Богом. А у нас очень много заложено, потому что я работаю с детьми и я вижу, насколько талантливые дети. Есть их ни стричь, ни ровнять, ни складывать голову в ящички. Все школьные предметы старательно формируют логическую половинку мозга. А творческую – это дай Бог, если хороший учитель литературы, который даст вам сочинение писать. И если уделить вот этому, то, что я сейчас стараюсь сделать, объемно-пространственному мышлению через лепку, то это легче черчение, это легче математика, геометрия легче, потому что мы как раз нажимаем на те кнопочки в мозгах, которые еще не пробуждены. Они пробудятся, и человек начинает потом быть хорошим инженером, потому что хорошо читает чертежи и быстренько у него там все соображается в голове. Тамара Валерьевна, вы являетесь руководителем объединения по интересам архитектуры дизайна лепка. Да, у нас детки, и мы с детками залазим по локоть в глину. Сначала детки бедные боятся, многие, потому что компьютер – это чистота и порядок, и уже в мозгах заложено. И потом, когда понимают пластичность глины и то, что из нее можно сделать любую форму, которая в воображении у ребенка возникает… В общем-то дети с удовольствием принимают глину, несмотря на то, что поначалу может быть с опаской, да? Вы знаете, не с опаской, запрет же на грязь. Запрет на грязь, запрет на костер, на все запреты. А тут можно и нужно, и вот надо же преодолеть себя. И смотрят на других, они преодолели, и тогда смело тоже ныряют, но первое, большинство шок у первого детей, у первого раза. Но у нас существуют хорошие правила, которые обязательно мы декларируем и повторяем. Это живая глина и запоминающая информацию. Это то, что… Сейчас многие знают фильм японского ученого, да, исследование о живой воде. А глина – это основа вода. То, что песок… Глина в природе, она песчаную форму имеет. Только на берегах река, где с водой там она лепится. А так ее выкапывает, она похожа на песок, только более такая комкообразная. И вот вода, которая запоминает твои мысли, не говоря уже о словах. А дети-то у нас сейчас очень нехорошие слова говорят друг к другу. И тут у них запрет, нельзя слова говорить. Понимаете? У них такая ломка идет, они потом и новичку объясняют. А если, не дай бог, сорвалось слово, он бедный берет и говорит, Глинка, прости меня, пожалуйста, я больше не буду, я больше не буду. Потому что работа трескается, работы ломаются, энергия вот агрессии, которая в плохих словах, она стоит в работе. С какого возраста вот можно записаться? Ну, как правило, дети любят, вот сейчас я в садике работаю, то есть с, как только он что-то ручками начинает делать, и до класса четвертого, потому что потом они все ныряют в виртуальную реальность компьютеров и телефонов. Все. Понимаете? Они уже там, они уже потеряны для творчества. Что помогает ребенку развивать воображение? Лепка, безусловно, помогает. Во-первых, наши русские сказки. Образные, образное мышление, где очень сложные образы, и которые нужно объяснять, что, зачем и как пришло. Как часто у ребят есть возможность показать широкой общественности свои работы? Мы, во-первых, стараемся два раза в год устроить выставку новогоднюю в пределах района, и майскую, такую завершающую, это уже в выставочных залах города. И, в общем, тогда, слава Богу, вы нам помогаете, снимаете, показываете по телевидению. Вот замечательные какие творения создают дети. Да, это же все, это дети сами. Вот все, что на выставке представлено. Большие работы мы делаем коллективно. То есть мы, например, теремочки, каждый сделает свой фрагмент теремочка для своего звереныша, а потом компонуем все это водой архитектурный ансамбль совместно. То есть они работают уже как архитекторы, серьезные архитекторы. Думают, куда лучше, что поставить и приклеить. А дети все приходят одинаковыми, либо есть те, которые сразу выделяются своим богатым воображением, способностями? Вы знаете, приходят умные дети с аккуратными руками. Это сразу видно, потому что у них очень аккуратные работы. Но, а про мозги, мозги бывают разные у всех. Бывает, что ребенок очень хулиганистый. Непоседа, Задира, Драчон, сумасшедшие конструктивные мозги. Вот у нас был Дима Цибульский. Вот он начинал. Он первый, второй класс, а он сделал огромный замок. И когда на первом занятии, он говорит, я учила их делать полое яблочко, ну шар, сферу полую. Он говорит, я вертолет хочу делать. Я говорю, ну давай вот такое яблочко маленькое сделаем. Будешь ли? Я хочу большой вертолет. Какой большой? Вот такой. Второй класс, сентябрь, понимаете? И он вылепил вот такой вертолет. Эти дни у нас в Гомеле выставка знаменитых испанских художников Пикассо Дали проходит в картины галереи Ващенко. У нас есть сюжет об этих работах. Давайте посмотрим. Выставка скульптуры, керамики и графики Сальвадора Дали и Пабло Пикассо заняла почти все залы картины галереи Гавриила Ващенко. Увидеть экспозицию в таком масштабном объеме – уникальная возможность для гомельчан. Все представленные здесь шедевры современного мирового искусства – собственность российского коллекционера Александра Шадрина. Он лично присутствовал на открытии выставки. Кстати, для коллекционера это традиция. Он с особым трепетом и бережностью относится к каждому отдельному экспонату, словно это живое дитя. У меня сердце кровью обливается, потому что представьте, что вы своего ребенка замуровали в ящик и отправили куда-то. Это работы, а это мои дети. Я к ним отношусь. Почему я их сам распаковываю, сам запаковываю? Мне даже тяжело подумать, что кто-то будет мои работы лапать своими руками. Запаковываю и распаковываю, я только сам, сразу говорю. Для меня эта тема неприкосновенная. На выставке представлено более ста графических работ и скульптур Сальватора Далим. «Женщина в огне», «Сюрреалистические цветы», «Триумфальный слон», «Человеческие пороки» и многие другие. Творческое наследие Пикассо – это 10 графических и 30 керамических работ, где образы людей и животных, мифические фауны, минотавры, «Быки» и «Санэкориды» нашли свое место на блюдах и кувшинах. В силу своей неординарности, а иногда и эксцентричности, они наводят посетителей на самые разные мысли, размышления и эмоции. Вот эти знаменитые его ящички. Никому не секрет, что это сюрреализм и фантастические, бредовые, так скажем, идеи. И в его работах есть женщина с ящичками, скульптура, картины. И вот у меня такое впечатление сложилось, что он открывает этот ящичек, туда идеи какие-то идут, он их закрыл, они приварились, и он это выплеснул в своих работах. Коллекция сразу двух гениев современного мирового искусства формировалась более 10 лет. Многие предметы были куплены коллекционерам в Парижском музее Сальвадора Дали, на знаменитых аукционах и в галереях Европы. Представленные в Гомеле экспонаты оцениваются в несколько миллионов долларов США. Однако их куда более масштабная значимость заключается в культурном аспекте. В России эта коллекция объявлена национальным достоянием. Между тем, по опыту выставочных проектов коллекционера, неиссякаемый интерес к творчеству Сальвадора Дали и Пабло Пикассо отмечается со стороны жителей самых разных уголков мира. Как вы относитесь к творчеству Пикассо и Дали, к этим фигурам? Не все как бы однозначно их любят, они любят. На всяком случае, они знамениты на весь мир. Ну, вы знаете, тут, наверное, проблема возраста. Потому что в студенчестве это были кумиры, разрушавшие традиции. И это было очень интересно и познавательно. Но когда ты живешь, проживаешь определенную жизнь, ты понимаешь, что все-таки они разрушали не только традицию, но разрушали реальность, божью реальность, божественную реальность. И в этом плане, на мой взгляд, большинство людей никогда бы не повесили их работы у себя дома. Мы очень много видим ваших работ в городе Гомеле. Мне кажется, что основное их количество сосредоточено в советском районе областного центра. Если я не ошибаюсь, есть какая-то с этим связь? Почему? Да, а вы должны знать, что у нас четыре района, которые соревнуются друг с другом. А Тамара Валерьевна с 2002 по 2005 год работала, да? Да, и это район, в котором я росла. И, естественно, я начала с ними сотрудничать. Предложила свои услуги нашему району. В далеком 2003 году, в далеком, когда была поставлена республиканская программа благоустройства республики. Только-только начиналось все это. И вот наш район тогда пошел впереди всех, как локомотив. Художники и скульпторы по-разному относятся к своим работам. Вот среди тех, которые видят гомельчане каждый раз на улицах, в парках, в скверах, какие вы считаете наиболее успешные и вам нравятся? Я вот радую вас. Вы знаете, это вот как задать вопрос матери о детях. Понимаю. И больше всего, наверное, мать будет любить самого несчастного ребенка, не дай бог, наделенного какими-то недостатками физического уровня. И жалеть больше всего. И жалеть будет. И времени ему больше всего будет посвящать. Поэтому работы все очень разные. И тут нельзя говорить, что у меня есть какая-то творческая концепция. Понимаете? Я как раз из тех, которые пришла идея в голову, я думаю, о, как это будет красиво. Давайте-ка попробуем это сделать. Я больше архитектор, который понимает, что среду архитектурную, городскую, нужно и можно наполнять разномасштабными композициями. От маленькой скульптуры, которая охватит ареал метров 50 вокруг себя, до хороших длинных композиций, как наша геометрия, которая 300 метров вдоль трассы растянулась. Мало кто придет в Ващенко, но все ездят на троллейбусах мимо геометрии и яблок. Понимаете? И в этом великая сила скульптуры, которая выставлена в городе. То есть она должна быть очень разнопланова. От реалистической, бронзовой, классической скульптуры до каких-то абстрагированных геометрических форм. Какие есть еще идеи для этих площадок? Идеи есть не в этом плане, а уже в другом направлении. Тоже с глиной, с малоархитектурой. Вот то, что памятники стоят утерянных церквей нами. Мы делали макеты из глины. Я слышала, что во Дворце Ромянских и Паскевичей есть макеты утерянных церквей. Там у нас 4 макета стоит в фонде. Двое ребята делали, архитекторы из Паскевича, делали из пластика. А я делала два из глины. И один из них прошел высокий обжиг в течение месяца в цехах, в печке Костюковского стеклозавода и превратился в единый монолит. И хотелось бы, конечно, сделать памятники архитектуры Белоруссии. Типа такого маленького Мадуро-дому. Очень интересно. Да, такой вот объект притягательный для туризма и познавательный для нас. Тамара Валерьевна, с какими, может быть, сложностями встречаетесь в работе? Чего хотелось бы изменить, может быть, на уровне мечты? Ну, вы знаете, тоже из серии мечты существуют социальные программы, оплачиваемые из социальных фондов. Понимаете? По второму образованию пенсионеров. Они могут стать художниками, режиссерами. Кажется, зачем? Кажется, ну все, куда? А душа-то хочет, понимаете? Она хочет раскрыться. И вот в этом плане я бы очень хотела обучать глине всех желающих. Чтобы человек, идя по тротуару, вдруг увидел, что там за стеклом занято творчество. И можно прийти и вылепить подарок. Я не говорю там о раскрытии своего таланта. Хотя это как цепочка. Человек зацепится, и он будет дальше двигаться. Почувствует кайф творчества. Тамара Валерьевна, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли сегодня в гости. Поделились своими мыслями, мечтами. Будем надеяться, что мечты будут забываться. Мы этого вам желаем. Всего хорошего вам. Большое спасибо. Было интересно. Телезрителям напоминаем, что в гостях у нас сегодня был талантливый скульптор, керамист и дизайнер Тамара Дмитриева. Ну а наш выпуск подошел к концу. Этим вечером с вами были Александр Гамоле. И Светлана Князева. Закончив нашу программу выступление народной вокальной студии настроения студенческого клуба Гомельского государственного медицинского университета. Мы же желаем всем только хорошего, позитивного, прекрасного настроения. Приятного вечера и до свидания. Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди, но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Нас миллионы вдалеке от берегов верят, что найдут любовь. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди вновь ищут на земле любовь. Нас миллионы вдалеке от берегов, вдалеке от берегов верят, что найдут любовь. Нас миллионы вдалеке от берегов верят, что найдут любовь. Слышим мы голоса Это люди вновь и вновь Ищут на земле любовь Нас миллионы Не один, не один Не один, не один Нас миллионы Не один, не один Не один, не один Нас миллионы Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова